Это Лайф, я Светлана Чабан и мы продолжаем снова о наших победах. Шестой день Олимпиады в Рио-де-Жанейро пополнил копилку нашей сборной сразу на четыре медали. У нас одно серебро и три бронзы. Самым успешным шестой день стал для нашей плавчихи Юлия Ефимова. Она завоевала уже вторую серебряную медаль на этой Олимпиаде в плавании на дистанции 200 метров брасом. Наша спортсменка уступила лишь японке Рея Конетто. Ефимова показала время 2 минуты 21 секунду. Бронзовую медаль получила китаянка. Кстати, свое первое серебро Юлия получила тоже за заплыв брасом, только дистанция была вдвое короче. Она проплыла 100 метровку. Но с серебряными медалями наша Юлия довольствоваться не собирается. Она намерена завоевать золото на следующих Олимпийских играх. Юлия Ефимовой 24. Она родилась в Грозном. В семье пришлось ехать из города из-за военных действий. Плаванием Юля начала заниматься в 6 лет. Ее первым тренером стал папа. Он и сейчас ее главный болельщик. В Рио во время заплыва на 200 метров он болел за дочь так сильно, что никого и ничего не слышал из-за собственного крика. Занималась Юлия Ефимова в Волгодонске, потом в Таганроге. Так что в этих городах за нее болели особенно рьяно. Она катила по полной. Все мышцы деревенели. Все. И финиш был уже на автопилоте. Возможно, Юльке казалось, когда она приплыла, что она еще могла сделать. Потом она когда просмотрит и ощутит, она поймет, что она сегодня сделала все. Это серебро очень здорово. Там могла бронза быть, потому что догоняли. Догоняли и браво, что серебро. Что отвоевала, что удержала. Пять лет назад спортсменка переехала в Калифорнию. Но на соревнованиях она представляет Тюменскую область. Самые значимые победы Юлии Ефимовой начались в Риме. Там она выиграла чемпионат мира на дистанции 50 метров брасом. Это стало настоящим прорывом для российского женского плавания. Потом последовали победы на чемпионатах мира. А на Олимпиаде в Лондоне Ефимова взяла бронзу. Спустя два года для нашей плавчихи наступила черная полоса. В крови спортсменки обнаружили запрещенный препарат. За это ее отстранили от соревнований на 16 месяцев. Этот случай стал причиной того, что в Рио Юлии пришлось прорываться с боем. Ее фамилия была в списке тех, кто употреблял внезапно запрещенный мельдоний. Спортивный арбитраж признал право на участие всего за три дня до финальных заплывов. Вскоре после Ефимовой еще одну медаль бронзовую российской команде принес пловец Евгений Рылов. Спортсменов всего 19. И это его первая олимпийская награда. Так что Евгения можно назвать будущим российского спорта. На дистанции 200 метров. На спине Рылов уступил американцу Райану Мерфи. У него золотая медаль, а вот от серебра Евгения Рылова отделила 1 сотая секунды. Но быстрее оказался австралиец Митч Ларкин. Вообще Евгений признался журналистам, что мог бы и выиграть заплыв. Но не все получилось у нашего спортсмена. Родился пловец в Новотроицке. Здесь же в 6 лет начал заниматься плаванием. Родители привели его в бассейн по совету врачей. Мальчик увлекся спортом не на шутку. Дух соперничества у него в крови. Папа Евгения Рылова – футболист. Больших успехов Женя добился как юниор. Он три раза становился олимпийским чемпионом юношеских игр. На мировом первенстве он получил бронзу. И вот теперь добрался до своей первой в карьере Олимпиады. Так что бронза – это несомненный успех. Бронзовую награду в личном многоборье завоевала наша прославленная гимнастка Алия Мустафина. Золото и серебро досталось американским спортсменам. Симоне Байлз и Александре Райсман. Кстати, последняя выступила под русскую мелодию «Калинку». Сам Алия Мустафина призналась, что и не рассчитывала на более высокий результат. Вольную программу она не могла усложнить из-за травмы. На сегодняшний день американская сборная по гимнастике – самая сильная в мире. Она показывает стабильный результат. И соревноваться с ней очень непросто. Но Алия Мустафина это удалось. Она стала чемпионкой на Олимпиаде в Лондоне. Золото она получила за выступление на брусьях. И это не все награды, с которыми Алия уехала с первой своей карьеры Олимпиады. С собой она увезла еще серебряную медаль и две бронзовых. Вообще Алия Мустафина стала одной из лучших гимнасток нашей сборной сразу после перехода из юношеского спорта во взрослые. На ее счету множество побед на первенствах мира и Европы. И третью бронзу шестого соревновательного дня нашей сборной принесли шпажистки. Виолетта Колобова, Татьяна Лагунова, Любовь Шутова и Ольга Кочнева оказались в числе лучших в командных соревнованиях. В борьбе за третье место они одержали верх над соперницами из Эстонии. Серебро за сборная Китая, а вот золото получила румынская команда. Это впервые за всю историю страны. Так что настоящим прорывом можно назвать такое. Но наша бронза нам не менее дорогая. Это первая олимпийская медаль наших шпажисток за последние 12 лет. Последнюю награду они завоевали в Афинах в 2004 году. Страна своих героев должна знать в лицо. Потому позвольте представить вам наших прекрасных фехтовальщиц. Все о нашей великолепной четверке знает Юлия Ерофеева. Любовь Шутова свое призвание искала долго. Волговородном Новосибирске занималась то танцами, то спортивной гимнастикой, пока не попала на тренировку по фехтованию. Свою первую большую победу одержала в 16 лет, заняв третье место на первенстве Европы среди юниоров. Уже через год после этого ее взяли в сборную. И с тех пор практически каждый год новое достижение, а то и не одно. Самое выдающееся это шестое место на Олимпийских играх в 2008-м. И лучшие результаты на чемпионатах мира в 2009-м и 2014-м году. Любовь Шутова, кстати, первая в истории России чемпионка мира по фехтованию на шпагах в личном первенстве. 33-летняя фехтовальщица счастлива в браке со спортивным корреспондентом Николаем Лукинским. Они воспитывают дочь Настю. Ее рождение, кстати, Шутова называет самым запоминающимся событием в жизни. Кроме фехтования, спортсменка увлечена вышиванием бисером. Признается, что любит пересматривать «Любовь и голуби» и перечитывать код да Винчи. А еще любит полакомиться суши и свининой в кисло-сладком соусе. Татьяна Лугунова даже по образованию фехтовальщица. Она закончила специализированный факультет в Российском госуниверситете физкультуры и спорта. В сборную попала еще в 1996-м году. Дважды брала олимпийское золото в командном первенстве. На игры в 2000-м и 2004-м году. Лугунова четыре раза становилась лучшей в Европе и два раза одерживала победу на чемпионатах мира. Муж тоже спортсмен-маскетболист Андрей Беляев. Их дочери Ксении 11 лет. Живет 36-летняя спортсменка вместе с семьей в Москве. Виолетта Колобова родом из города Держинска Нижегородской области. Заниматься фехтованием начала в 10 лет. В большом спорте дебютировала в 2010-м на чемпионате Европы в Лейпциге. Но награды оттуда не привезла. Зато уже через год на таких же соревнованиях в составе команды наших фехтовальщиц взяла серебро. Дважды в своей карьере становилась чемпионкой мира. 25-летняя спортсменка не замужем. Свободная от тренировок время обычно гуляет. Наверное, где-то в районе Патриарших прудов. Любимая книга Колобовой. Мастера Маргарита. Ольга Кочнева землячка Виолетты Колобовой. Она тоже из Держинска. А сейчас живет в Санкт-Петербурге вместе с мужем и сыном. Заниматься фехтованием Ольга начала в 1999 году. В сборную ее взяли в 2007-м. Неоднократно становилась чемпионкой России, а также брала на этих соревнованиях вторые и третьи места. В 2009-м стала лучше на первенстве Европы. Фехтовальщица признается, что все свободное время старается проводить с семьей. Любит итальянскую кухню и фильм «Унесенный ветром». Юлия Ерофеева, Лайф. Сейчас в Рио короткая передышка. Спортсмены отдыхают и восстанавливаются после насыщенного шестого дня Олимпиады. А мы уже проснулись и ждем новых медалей. На кого делаем ставки в седьмой соревновательный день, расскажу. Сегодня финальное соревнование по прыжкам на батуте. Болеем за нашу гимнастку Яну Павлову. 20-летняя спортсменка дважды поднималась на высшую ступень пьедестала на первых европейских играх в Баку. Смотрите, какая она красавица. Неоднократно побеждала на первенствах России, а вот олимпийских наград у гимнастки пока нет. Сегодня неплохой шанс это исправить. Соревнования начнутся в 21.35 по московскому времени. За новые победы 12 августа поборются наши дедаисты. Ставим на Ксению Чибисову. Посмотрите и запомните. Она выступает в весовой категории свыше 78 килограммов. 28-летняя спортсменка призер чемпионатов России. У нее есть звание мастера спорта. Сегодня может появиться еще и олимпийская медаль. Очень на это надеемся и ждем финала в 23-20. В это же время в финальной схватке сойдутся дзюдоисты мужчины. Весовая категория свыше 100 килограммов. Вот как и невнушительный российский фаворит Ренат Саидов. 27-летний спортсмен за 5 лет завоевал 37 медалей различного достоинства на международных турнирах и соревнованиях. Желаем Ренату, чтобы он сегодня получил еще одну медаль в свою копилку. А в 0.30 по Москве в Бразилии пройдет финал по командной рапире. Надеемся увидеть там наших фехтовальщиков. Тимура Саффина, Алексея Черемисинова и Артура Ахматхузина. Саффин уже взял на этой олимпиаде бронзу. Пусть это будет не последняя медаль. Тем более у двоих других членов команды олимпийских наград пока не было. Велоспорт сегодня тоже смотрим внимательно. В начале первой ночи финальный командный спринт среди женщин. Надеемся, что до него доедут наши спортсменки Дарья Шмелева и Анастасия Войнова. Вы видите их на своих экранах. Обе велосипедистки брали золото на чемпионатах мира и Европы. Пора покорять и олимпийские вершины. Пора покорять и олимпийские вершины.